Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Чумаков Пётр Михайлович, профессор, заведующий лабораторией и пролиферацией клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук. Почётный визитирующий профессор кафедры молекулярной биологии в Университете Эберхарда и Карла Тюбингена в Германии. Окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сечного. Исследования по кандидатской и докторской диссертациям проводил в Институте молекулярной биологии имени Энгельгарта. И прекращая работы в Институте молекулярной биологии, с середины 1980-х годов Пётр Чумаков работал в научных центрах разных стран. Профессор Чумаков – член Европейской ассоциации исследователей рака с 1998 года. В 2013 году он стал одним из победителей первого конкурса научных мегагрантов правительства Российской Федерации. Основные научные интересы профессора Чумакова – изучение молекулярных основ раковых заболеваний и поиск средств их лечения. Пётр Чумаков сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Эта программа будет посвящена перспективам применения в медицине неклеточных микроорганизмов, которые сосуществуют с человеками, с животными сотни тысяч лет, и которые принято воспринимать в патогенном контексте. Потому что вирус, о чём мы будем сегодня говорить, вирус – это, прежде всего, в обывательском, в обыденном представлении – это инфекционный агент. Но природа, создавая, отбирая, сохраняя что-либо, она не заботится совершенно о наших представлениях. И, в общем, перефразируя, можно сказать, что если вирусы существуют, то, значит, это кому-нибудь нужно. Они оказались нужны, например, исследователям, которые обнаружили у них многообещающие свойства. И, не уходя далеко, буквально несколько месяцев назад, первый онкалитический препарат был одобрен FDA американским надзорным ведомством для лечения одного из видов рака. Об этом Пётр Михайлович также расскажет нам сегодня. Пожалуйста, Пётр Михайлович, онкалитические вирусы ваши. Действительно, вирусы от представления людей представляют что-то опасное и связанное с болезнями. Но я хочу напомнить, что вирусы – это вообще простейшая форма жизни. И это такая форма жизни, которую даже некоторые не решаются назвать жизнью, собственно, потому что вирус может существовать в двух вариантах. В таком неживом виде, когда он находится в виде спор практически, и в живом, когда он может реплицироваться, воспроизводить в себе подобное. Но для этого необходимым условием является наличие животной клетки или растительной клетки. Соответственно, если это вирус растения, то это растительная клетка, если вирус животного, то это животная клетка. То есть вирус, ну как бы примитивный, если так говорить, это некий внутриклеточный паразит, который ассоциирован с большим количеством заболеваний. И поэтому сознание людей, вирусы – это что-то опасное. Плохое. Отрицательная коннотация, то, что называется. Да, но надо сказать, что уже в самом начале, вообще вирусы были открыты очень давно, и впервые вообще-то приоритет открытия вируса принадлежит нашему соотечественнику Дмитрию Ивановичу Ивановскому, который открыл вирусы в 1892 году. Чуть позже Бейеринг также подтвердил это открытие, но он подчеркивал, что все-таки первооткрывателем был Дмитрий Иванович. Так вот, уже в XIX веке, в конце XIX века, было сделано первое наблюдение о том, что вирусы могут каким-то образом быть связаны с... могут быть использованы для лечения рака. То есть были отмечены такие вот случаи, когда после перенесенного вирусного заболевания наступали ремиссии онкологических заболеваний. И поэтому вот эта вот история онкологических вирусов, она имеет очень давний срок. И эта история, в общем, полна всяких там различных событий. Об этом я чуть-чуть расскажу. Ну, об истории у вас есть, да. Да, да. Какие разделы, так скажем, да. Вот. Но я сейчас хотел бы все-таки перейти к вопросу, собственно, о раке. Какая проблема сейчас существует и почему вот на данном этапе, ну, после стольких лет вообще-то уже всяких попыток разработать средства против злокачественных заболеваний, с тех пор эта проблема не решена. И, в общем-то, в обозримом будущем, видимо, она вот не очень скоро даже будет решена, но и она требует подхода все новых и новых каких-то вот технологий. Вот эта проблема, вот я могу начать с того, что вот покажу здесь такую картинку, на которой представлены различные стадии развития опухолевого процесса. Вот вначале, вот здесь в данном случае, это на примере рака толстого кишечника, показано на первой стадии, вот это так называемая нулевая стадия, это когда есть некое локальное небольшое повреждение, то есть появляются такие атипичные клетки, это стадия такая, которая очень, в общем-то, может быть латентно проходить, потом идет некая уже прогрессия, стадия 1, 2, 3 и так далее, которая характеризуется, во-первых, проникновением раковых клеток уже в толщу стенки или какого-то органа, в котором располагается, и уже вот далее, вот начиная с третьей стадии, здесь вот наступает уже такой критический момент, когда если вот на этих стадиях можно рак радикально излечить, просто хирургическую операцию удалить, то вот уже начиная с третьей стадии, тут вот возникает уже очень неприятное такое явление, как метастазирование, когда измененные клетки проникают уже за пределы опухоли и начинают распространяться. Вначале они распространяются в какие-то близлежащие участки, а потом уже системно. И поэтому для того, чтобы лечить рак вот на этой стадии, уже никакая хирургия помочь не может. Здесь надо применять какие-то системные воздействия. То есть надо обрабатывать организм уже какими-то лекарствами или какими-то препаратами, которые будут избирательно удалять раковые клетки. Но раковые клетки удаляются избирательно очень трудно, потому что они, в общем-то, это клетки, их, в отличие от микроорганизмов, нельзя шарахнуть каким-то... Антибиотикам. Антибиотикам, например. Поэтому вот эта история системного лечения, она очень долгая, мучительная, и до сих пор эта проблема не решена. Что сейчас в качестве основы для лечения рака на такой стадии применяется? Это в основном цитотоксические средства. То есть это препараты, которые убивают быстро делящиеся, быстро растущие клетки. Либо это препараты, которые убивают клетки за счет того, что они имеют какой-то измененный метаболизм. Раковые клетки отличаются по метаболизму. То есть это достаточно неизбирательные средства, которые повреждают также и нормальные клетки тоже. И поэтому такое лечение переносится достаточно плохо. И бывают побочные различные явления. Но что самое удручающее, вот эта вот удручающая статистика, то что вклад вот такой терапии в пятилетнюю выживаемость, то есть вот люди через пять лет после диагноза и начала терапии, если посчитать, сколько остались в живых, то очень неутешительные. Это 2, 1, 2 и 3 процента. Чуть больше двух, в общем. Да, чуть больше двух. Причем это данные и по США, и по Австралии. И в общем-то это достаточно на большом количестве наблюдений было сделано. То есть это очень такая... Такая очень безотрадная картина. Вот. Поэтому сейчас разрабатывается большое количество различных противоокупливых препаратов, которые направлены уже на какие-то более специфические мишени раковой клетки. Но мы знаем, что вообще говоря, раковые исследования являются таким двигателем для развития биологической науки в настоящее время. Потому что это вот такая цель поставленная, излечить рак, это в общем такая же цель, наверное, как полететь на Марс. Ну, потом широким фронтом идут исследования, и попутно, соответственно, много чего выясняется. Выясняется. Интересного, фундаментального. Это очень сложная проблема, и поэтому для того, чтобы ее решить, надо таким широким фронтом двигаться и подчищать все, что неизвестно. И мы не знаем, что приведет к успеху. Поэтому вкладываются огромные средства во всем мире для того, чтобы изучать особенности раковой клетки. Чем раковая клетка отличается от нормальной? Вот таких специфических мишеней выявлено уже достаточно много. И, соответственно, разрабатываются какие-то таргетные, то есть направленные против этих мишеней препараты, которые действуют на ту или иную особенность раковой клетки. Такие таргетные препараты сейчас разрабатываются. И вот тут я привожу картинку, которая по-английски, потому что она взята из обзора очень известного лауреата Нобелевской премии Вайнберга. Она суммирует какие-то основные признаки раковых клеток, чем раковая клетка отличается от нормальной. И, соответственно, здесь показаны те препараты, мишени, которые направлены против таких свойств. И вот таких сейчас препаратов бесчисленное множество разрабатывается. Это и различные моноклональные антитела, которые направлены против каких-то специфических антигенов раковой клетки и так далее. Следует сказать, что эта терапия пока еще рано подводит какие-то итоги. Но, тем не менее, я могу сказать, что, несмотря на уже достаточно долгое применение, революции пока еще не произошло в лечении рака, даже при использовании таких высокоспецифических методов. Конечно, побочные эффекты очень сильно уменьшены. Но я на этом остановлюсь позже. Раковая клетка достаточно пластичная и постоянно меняется. Поэтому даже на таргетные препараты очень быстро происходят такие изменения в клетке, которые позволяют ей ускользнуться от этого воздействия. Резистентность. Я сейчас привожу здесь такую поправленную схему, потому что Вайнберг не учел такую важную особенность раковых клеток. Это повышенность чувствительность к вирусам. Несмотря на давнюю историю, то, что уже давно было известно, что вирусы любят размножаться на раковых клетках, это как-то не рассматривалось. То есть это их имманентное свойство такое? Повышенная чувствительность к вирусам? Да, повышенная чувствительность к вирусам. Я расскажу, почему. Поэтому тут стоит такой заманчивый агент, как анклетические вирусы, которые могут быть методом биологической борьбы с раком. Потому что вирус – это некий живой организм, который может конкурировать с раковой клеткой и, соответственно, быть победителем. Но вот тут приведена некая история вопроса, которую я уже немножечко вначале рассказал. Это более чем столетняя история изучения в этой области. Открытие вируса Ивановским. И вот первое наблюдение. В 1896-1904 год, когда после вирусного заболевания произошла ремиссия лейкемии. Первое время это было не совсем замечено. Потом вот... Но это документировано? Это была публикация? Публикация. Это было в городе Кливленде. Проведено наблюдение и опубликовано тогда же. Это было наблюдение 1996 года, которое опубликовано в 1904 году. Ну и далее, по мере изучения вирусов, происходил поиск моделей, на которых вообще-то вирусы можно размножать, чтобы их удобно было изучать. И вот приводите Николау, такие исследователи, в Париже, румынского происхождения, по Сервискому институту, они изучали свойства различных клеток и способность их размножать. И они обнаружили, что как раз на раковых клетках вирусы очень хорошо размножаются. И тогда же были уже какие-то спекулятивные такие сообщения о том, что возможно это можно использовать для лечения рака. Но реально на людях стали применять уже для лечения рака. где-то уже в конце 40-х годов, как раз вот одновременно с введением химиотерапии. Практически первые были наблюдения о том, что вирусы могут лечить рак. Это было где-то в 1949 году. И надо сказать, что вот в 50-е годы был очень драматический период в изучении, потому что врачи были очень лихие, они нарушали все возможные этические правила. В качестве вирусов для лечения применяли патогенные вирусы, например, вирус клещевого энцефалита, потому что в то время вообще не было известно не патогенные вирусы. Это послевоенная эйфория такая была, что ли? Ну да, они решили таким наскоком решить эту проблему. И было довольно много публикаций. Это было в основном, проводилось в институте Слон Кеттеринг в Нью-Йорке. И в результате там был большой скандал и очень большой резонанс был, потому что там были и смерти, и различные нехорошие вещи, которые привели к вообще пересмотру очень многих этических правил. Как вообще должны испытываться препараты? В сторону ужесточения, естественно. В сторону ужесточения, да. И вообще, если бы вот этого не было, может быть, мы бы уже сейчас лечили рак вирусами, потому что это надолго вообще такой привил иммунитет против этого. Потому что Слон Кеттеринг – это вообще такой центр онкологических исследований, мировой, один из, если не самый. Да, это очень солидное чрезвизнение. И вот после того, как обожглись уже там люди, уже как-то это отбило охоту очень многих этим заниматься. Но, тем не менее, сообщения продолжали поступать, и были наблюдения в 60-е, 65-й год, о том, что различные вирусы могут обладать таким свойством оказывать терапевтическое воздействие при раке. Кроме того, появились уже живые вакцины, которые представляют собой ослабленные вирусы, которые сами по себе не вызывали заболевания. И поэтому тут вот уже начало это возрождаться снова. И я должен сказать, что в нашей стране, ну, вообще-то это наша семейная история, потому что Ворошилова – это моя мама, а мой отец занимался вместе с ней разработкой полимелитной вакцины. И вот как раз где-то в 60-е годы было проведено наблюдение, и было установлено, что в кишечнике здоровых детей находятся непатогенные интервирусы, которые часто интерферируют с полимелитной вакциной. То есть, такие дети не... Не защищают она их. Не защищают. Она их не защищает. И тогда этот вопрос стали изучать, выделили довольно большое количество интервирусов из кишечника здоровых детей. И на первых порах решили их применять для профилактики вирусных болезней. То есть, по тому же принципу, что вирусы могут вытеснять болезнетворные вирусы. Это было с довольно большим успехом применялось и испытывалось. Но одновременно были получены наблюдения, что при применении таких живых вакцин часто наступают ремиссии и даже излечения от рака. И эти исследования тогда проводились достаточно широко. У нас дома хранятся несколько чемоданов с документами о всяких случаях того времени. Но когда я анализировал эти данные, в общем, никакой закономерности там не было. То есть, на кого-то действовал, на кого-то не действовал. Поэтому это такая была, в общем-то, достаточно эмпирическая деятельность, которая... Я помню, что в то время были такие вот очень многие больные, на которых это положительное поддействие. Они говорили, что давайте же наконец все-таки это внедрять. И толкали там медицинские органы, чтобы быстрее шевелились. Но я считаю, что в то время это было рано еще делать. Потому что было просто очень много неизвестного о том, как это действует. Но надо было накопить данные о том, почему одни опухоли там, продолжим, подвергаются воздействию, а другие нет. И дальше уже шли такие вот накопления в различных лабораториях, наблюдения. Вплоть до 90-х годов, когда произошел некий уже переворот в этой области. Связано с тем, что уже вирусы стали очень хорошо знать, как они устроены. И были выявлены конкретные гены, которые отвечают и за патогенность, и за взаимодействие с различными клеточными компонентами. И стало возможным проводить делец и какие-то манипуляции в вирусах, которые выдергивали из них зубы. Чтобы их использовать как векторы. Да, как векторы. То есть эти вирусы исходно не были патогенными. И вот этот период продолжался до нашего времени. Сейчас уже существуют десятки различных препаратов, и экспериментальных, и в том числе начинают внедряться. Как ни странно, первый препарат, который был внедрён, это вот регвир в Латвии в 2004 году. Это отголосок те же исследования, которые проводила моя мама. Это тоже энтеровирус, который просто в Латвии довели до препаратов. То есть это, наверное, аспирант какой-то? Да, это сотрудница Айна Муценница, которая работала в Латвии. Самостоятельный, конечно, исследователь. Но она продолжала этим заниматься и после развала Союза. В результате ей удалось это внедрить. И сейчас в Латвии есть Европейский центр геротерапии, в который очень многие люди могут просто приехать и получить лечение. Даже из России, например? Из России, например. У них даже есть представительство. А какие заболевания? Они сейчас себя позиционируют как препарат для лечения меланома. Потому что у них данные есть по меланоме. Но надо сказать, что и другие заболевания, онкологические, тоже они пробуют. Но просто пока ещё не накоплены данные о том, чтобы говорить, насколько это эффективно. Но это только один препарат. Поэтому я расскажу об этом, что вот это большой недостаток в этой области, что когда начинают использовать только один препарат, он действует на очень небольшой процент людей. Кого-то лечат, кого-то не лечат. Поэтому вирусов должно быть много и разных. Для того, чтобы решать проблему уже более надёжно. Но и, конечно, все всегда оглядываются на Соединённые Штаты. И до сих пор, до 2015 года, я считаю, что эта область была в какой-то мере не под запретом, но таким негласным, по крайней мере, не было такого бума, потому что все ожидали, когда же в Штатах это всё. Ну да. Лидеры. Отмашку только. Да, да, да. Дадут отмашку. И такая отмашка была дана совсем недавно, 25 октября, когда был впервые разрешён к применению рекомендантный вирус герпеса ТИВЕК. Это фирма Амджин. И сейчас есть такая надежда, что, наконец, будет дан зелёный свет для какого-то дальнейшего уже внедрения. Для лечения меланомы тоже. Это для лечения меланомы. Но они сейчас и рак поджелудочной железы начинают этим тоже изучать, насколько это возможно, лечение. Вот такая история. Значит, да, ещё есть один препарат в Китае. Он как-то достаточно вяло применяется. Но, тем не менее, он тоже в 2007 году был утверждён. Так что сейчас, в это десятилетие, ожидается, что будет внедрено ещё несколько препаратов. И уже эта область будет как-то... Получится практически... Узаконена она как бы... Узаконена она выйдет из подпольня, скажем так. Да, потому что сейчас, конечно, накопилось очень много уже и сведений, и знаний. И требуется такой дополнительный толчок практически для того, чтобы всё это уже перевести в такую практическую плоскость и внедрить это уже как-то в практику. Вот. Теперь, значит, какие, собственно, вирусы используются для таких вот, как в качестве онкалитиков? Вообще почти все вирусы могут так или иначе быть использованы, если их обезвредить. Да. Но вот здесь вот приведены, например, вот так называемые ДНК-вирусы. Ну, надо сказать, что вирусы вообще бывают двух типов. Те, которые в геноме содержат ДНК, это более привычно, потому что вообще все организмы обычно имеют РНК-геном. И РНК, то есть у них нет вот этого вот исходного состояния ДНК, они сразу же имеют вирионы, в которых содержится РНК, на которые синтезируется уже белок. Вот ДНК-вирусы, это и аденовирусы, которые вызывают простудные заболевания, это и вирус осповакцины, большой очень вирус, и вирусы группы герпеса, и очень маленькие вирусы, парвовирусы, которые вообще крошечные. Видите, вот очень большая разница и в размере генома. То есть это говорит о том, что, в общем, неважно какой там размер, главное, что это вирус. Теперь вот РНК-вирус, тоже это большое семейство, большое царство такое, это Реовирусы, потом Энтеровирусы, к которым относится и полиовирус, это и вирус Кори, вирусы парамиксовируса, вирус птичьей болезни Ньюкасла, и вирус визикулярного стоматита, который еще представитель этого семейства, вирус бешенства, то есть это к той же группе относится. То есть это вот те вирусы, которые используются сейчас в качестве основы для создания онкалитических вирусов. Какие основные свойства должны быть у онкалитического вируса? Ну, они должны избирательно распознавать и уничтожать опухоли клетки, при этом не затрагивать нормальные клетки. Также очень важным требованием к онкалитическим вирусам это способность уничтожать опухолевые стволовые клетки. То есть это те клетки, которые дают начало потом уже рецидиву. Очень часто, например, химиотерапия убирает 99,9%. А стволовые остаются. Да, стволовые остаются. Опухоли нет. Больного отпускают, а потом все какое-то время раз и все опять. Вот. Они очень устойчивы к химиотерапии. К счастью, для многих вирусов они чувствительны. Способность разрушать опухолевую воскулатуру. Тоже это свойство присутствует у онкалитических вирусов. То есть они разрушают не только сами опухоли. Один из подходов был терапевтический. Помните, блокировать в 90-е было популярно? Ангиогенез. Ангиогенез, лишить питания. Вот вирусы, они способны тоже нарушать собственную инфраструктуру опухоли. Такую вот основу для ее питания. Способность стимулировать иммунные реакции, направленные против опухолевых клеток. То есть вирус, в отличие от химиотерапии, которая на самом деле давит систему. Здесь происходит обратное. Вирусы помогают иммунной системе распознать опухолевые клетки. И потом, когда вирус уже уходит, эта борьба продолжается. Уже организмы, система организма включает свои естественные какие-то механизмы для того, чтобы эти остатки опухолевых клеток убрать. Ну и, наконец, повышение эффективности существующих противопухолевых средств. Потому что очень многие вирусы в сочетании с химиотерапией дают синергический эффект. Я хотела спросить, может быть, сейчас не кстати будет. Тогда мы потом об этом поговорим. Не нагружают ли онколитические вирусы еще какими-то препаратами? Нет такого? Или они самодостаточны? Может быть, сейчас не кстати этот вопрос. Нет, нагружать вирусы трудно, потому что контейнера нет. Маленькие очень. Ну да. Но можно их нагружать генами. Ну да, там только геновая кислота. Можно нагружать генами. Ну или генами. Да, я про это расскажу. Генами нагружают. Да, все, извиняюсь. Вот здесь, на этой схеме я иллюстрирую, что происходит с иммунной системой при размножении вирусов в опухоли. Вот когда опухолевые клетки заражены, вот вирусы красные такие вот, то такой агрегат с зараженными вирусом клетками привлекает, массированно привлекает компоненты иммунной системы. За счет чего? За счет того, что вирусы выделяют, в ответ на вирусы клетки начинают выделять различные факторы. Это интерферованные цитокины, которые привлекают клетки иммунной системы. И это позволяет распознавать лучше антигены раковой клетки. Вот тут же и дендритные клетки, которые первично имеют дело с антигенами. Они потом процессируют антигены до отдельных пептидов, которые они потом показывают Т-лимфоцитам. Т-лимфоциты их обнюхивают и обучаются распознавать мишень. Поэтому вирусы очень сильно стимулируют такую иммунную реакцию. И это одно из очень важных свойств вируса. Не только убивать напрямую, но и вызывать противопоколю иммунитет. Теперь вот такой важный вопрос. А почему опыковые клетки более чувствительны к вирусам? Это такой фундаментальный вопрос. И с ним надо, конечно, подробно разобраться. Прежде всего, такая вот теоретическая схема. Какие барьеры вирусу надо преодолеть, чтобы добраться до клетки и размножиться? В организме этих барьеров очень много. Во-первых, он должен добраться. Вот главный барьер, такой первый, это добраться вообще до клеток. Потому что, ну, как нужно проникнуть через слизистую? Да, как-то вот этот один барьер, который часто бывает непреодолимым. А дальше, когда вирус уже вошел в клетку, надо ему, вернее, добравшись за клетку, надо войти в нее. Для этого на клетке должен быть рецептор. Это специальный белок, который узнается вирусом и помогает вирусу проникнуть в клетку. Его может быть, а может и не быть. Следующий барьер, это противовирусный иммунитет клеточный. То есть клетки нормального организма обладают врожденным свойством противодействия вируса. То есть, когда вирус проникает в клетку, то в ответ на эту вирусную инфекцию происходит распознавание каких-то чужеродных вирусных компонентов внутри клетки. И такая клетка начинает интенсивно синтезировать интерфероны. То есть белки, которые выбрасываются в окружающую среду, и далее они взаимодействуют с окружающими клетками, и в этих клетках запускается противовирусное состояние. То есть они становятся защищенными от вируса. Таким образом, умирающая клетка сигнализирует окружению, что опасайтесь и оберегайтесь. Да, здесь вирус. Да, здесь вирус. И таким образом вирусная инфекция затухает. Но и, наконец, если все-таки этот барьер преодолевается, то клетка начинает размножать вирус, и вот он размножается. И от соотношения вот этих всех барьеров и способности вируса их преодолевать зависит, то заболеет там человек или не заболеет. Но это такая довольно примитивная схема, но тем не менее она показывает, что барьеров много. По крайней мере, да, и три таких серьезных. Да, да, вот серьезные барьеры – это рецепторы и, значит, и вот эта вот особенно интерфероновая система. Теперь еще. Раковые клетки, они более доступны для вируса. Почему? Потому что, предположим, вот нормальная ткань, видите, плотно упакованные клетки. Да, здесь базальная мембрана. То есть вирусы тут вообще подойти невозможно, потому что… Ну как вот сюда вот подойдет? А злокачественная опухоль характеризуется дезорганизованной структурой. Это хаотичное нагревождение клеток, в котором очень многие контакты нарушены, поверхность увеличена. И, кроме того, в аскулатуру, то есть это сосуды, опухоли часто бывают неполноценны. За счет того, что они очень быстро развиваются, они не успевают даже завершить свою дифференцируцию. Да, у них есть дырки просто. Поэтому, например, вот даже опухоли мозга, они лишены гематоэнцефалического барьера. То есть может вирус проникать даже в мозг через эти вот дырявые сосуды. Ну и как следствие вот этой дезорганизованной структуры и нарушением контактов на поверхности клеток очень часто начинают экспрессироваться белки, которые служат рецепторами для вирусов. А так бы они плотно упакованы и сидели бы. А главное, что эти рецепторы несут какие-то другие функции. Например, это контакты между клетками или взаимодействие с какими-то еще. Они задействованы и так уже. А тут они освобождаются как в валентности. Да, и поэтому такие опухолевые клетки очень легко доступны для вируса. Но это еще не все. Значит, вот рецепторы. Вот тут различные вирусы показаны вокруг клетки. И вот различные белки, о которых я говорил, которые используются в качестве рецептора. Видите, их большое множество. И разные вирусы приспособились к разным из этих белков. И уже из этой схемы видно, что если, предположим, на поверхности есть вот этот белок, например, CD55, то такая клетка будет хорошо заражаться вирусами группы Коксаки. А если, предположим, какой-то ПВР, этот белок, это будет поливирус заражать и так далее. Вот CD46 – это вирус Кори. То есть видно, что клетка должна иметь специфический рецептор, чтобы заразиться тем или иным вирусом. И если его нет, то клетка не будет частительна к такому вирусу. И поэтому, если мы, предположим, решим лечить раку конкретного пациента, нам надо знать, вообще-то говоря, какой у него рецептор. Есть или нет, да. И потом уже назначать тот или иной вирус для того, чтобы… То есть можно даже вирус персонифицировать, как бы, да? Да, да. Это вот как будущее, но ближайшее. Ну, еще. Что делает вирус, когда он проникает в клетку? Он должен обеспечить себе репликацию. Для этого он должен захватить систему бисинтетической клетки, чтобы обеспечить эту репликацию. То есть он действует эгоистично. Он подавляет синтезы, которые ему не нужны, активирует синтезы, которые ему нужны. Он предотвращает самоуничтожение клетки путем апоптоза, пока ему это нужно. А потом, когда ему надо выйти, он, наоборот, стимулирует. То есть он полностью подчиняет клетку своим нужным. Но делает это с помощью специальных генов, специальных белков. Эти белки нужны для того, чтобы запустить вот эти вот процессы. Например, остановить апоптоз, стимулировать биосинтез. И вот давайте посмотрим. Надо стимулировать биосинтез. И надо предотвращать апоптоз. А раковые клетки и так это уже имеют. У них и так вовсю идет биосинтез. Они все время делятся. И поэтому вот этих генов, которые есть у вируса, не надо для того, чтобы вот это запустить. Поэтому даже если вирус будет дефектом, он все равно будет размножаться. Именно в раковых клетках. Нормальных он не будет. И так же вот с самоуничтожением. А раковая клетка лишена, обычно, очень часто, лишена способности умирать от апоптоза. То есть в биологическом смысле они ему удобнее. Они им удобнее. Ему не нужно тратить силы. Ему не надо специальных даже генов иметь. Да, энергия на то, чтобы делать вот эти все дела свои. И вот отсюда сразу следует, что мы можем создать мутанты, которые не будут иметь этих генов. И они будут именно онкалитическими. То есть они будут специфически уничтожать только раковые клетки. Только раковые. Найдут их. Найдут. Найдут их. Теперь вот это такая сложная, очень пугающая система. Да, я пыталась разобраться. Что же такое противовирусная система клетки? Вообще существенный процент всех генов клетки так или иначе отвечает за противовирусный иммунитет. Очень многие компоненты, очень многие сигнальные пути в клетки так или иначе задействованы на эту систему. Но, во-первых, когда проникает вирус, а вирусы бывают, как мы уже сказали, разные, у них разные есть компоненты. Но эти вот компоненты чужие распознаются специальными внутриклеточными рецепторами. Их достаточно много. И когда они распознаются, то включается некий сигнальный каскад, который далее через промежуточные стадии ведет к экспрессии определенных генов в ядре. А эти гены – это в основном интерфероны. То есть это синтезирует белок интерферон, который потом секретируется наружу. Это сложная система. И вот здесь показаны различные вирусы, вирусные белки, которые эту систему могут блокировать. То есть они за счет своих продуктов практически борются с этой системой противовирусной защиты, а не блокируют вот эти вот компоненты. И это позволяет вирусу победить в этой борьбе с клеткой. И чем более таких вот сильных генов есть у вируса, тем более шанс, что это будет гузнетворный вирус. Например, вирус Эбола, он имеет аж три таких вот гена, которые на разных стадиях влияют на вот эту противовирусную систему клетки. А теперь, это первая фаза, это индукция интерферонов. Далее интерферон взаимодействует с соседней клеткой с интерфероновыми рецепторами и запускает другой каскад уже, который приводит эту клетку в противовирусное состояние. То есть такая клетка уже дальше не сможет размножиться. То есть стимулируется экспрессия целого ряда генов, которые уничтожают вирус или не дают ему реплицироваться за счет того, что клетка как бы замирает. Там какие-то синтезы приостанавливаются, и такая клетка уже не может репродуцировать вирус. И тут тоже вот красными вот этими вот шариками показаны различные вирусные белки, которые могут эту систему подавить. То есть это говорит о том, что с одной стороны клетка вооружена против вируса, а с другой стороны вирус вооружен против клетки. Он ее разоружает. Разоружает, да. И вот от того, какой баланс, зависит исход вот этой борьбы. Ну вот, значит, как сделать антритический вирус? Я сказал, что можно просто вот эти гены, которые отвечают за эту борьбу, каким-то образом удалить. Вот здесь вот перечислены у разных вирусов вот такого рода белки, которые можно удалить. И таким образом, ну, обезопасить такой вирус. Он не будет размножаться на нормальных клетках, но сможет размножаться на алкогольных клетках. Здесь вот эти примеры. Вот теперь что происходит в раковых клетках? Вот та же самая схема, но она уже гораздо проще. Дело в том, что в раковых клетках вот эта система противовирусного иммунитета обычно повреждается. Почему это происходит? Ну, во-первых, что такое раковая клетка? Раковая клетка – это не часть организма. Это некий самостоятельный организм. То есть, это клетка, потерявшая память о том, что она часть организма. И потеряв такую память, эта клетка вступает в путь уже селекции. Она стремится занять как можно большее пространство, как можно быстрее делиться. И таким образом поступает в конкурентную борьбу с окружающими клетками организма. При этом для того, чтобы обеспечить такую высокую энергетику, она выбрасывает все, что ей лишнее. Все организмные функции удаляются, как гири на ногах, которые мешают ей убежать. То есть, интерферон ей не нужен? Не нужен, но он очень вреден для нее. Потому что интерферонная реакция, особенно вот эта стадия, клетка просто останавливается, там синтезы замирают, и ей надо от этого освободиться. И кроме того, это есть еще, сейчас вот такой передний край уже изучения этого процесса. Вот есть такой ген, которым я вообще-то занимался всю свою жизнь, по 53. Супрессор. Опухолиосупрессор. Он обсуществляет очень много функций, которые позволяют клетке помнить, что она часть целого организма. Когда он утрачивается, то клетка как раз и теряет. Вот достаточно просто, вот инактивирует ген по 53, клетка теряет контакт с организмом. И один из таких контактов, по 53, супрессирует, есть множество различных мобильных элементов в геноме. И эти мобильные элементы обычно находятся в супрессированном состоянии, потому что они не нужны. Они как бы являются частью истории эволюции, но они молчат. Но и по 53 заставляет их молчать. Когда он уходит, то они начинают экспрессироваться, и в результате вырабатывается большое количество таких молекул, которые распознаются так же, как вирусы. И на это идёт очень мощный интерфероновый ответ. И поэтому первая реакция от освобождения, эта клетка вроде бы освободилась, теперь она уже не часть организма. Но тут следующий эшелон борьбы – это вот этот интерфероновый ответ, который эту клетку держит. И пока клетка не избавилась от этой интерфероновой системы, клетка не сможет стать раковой. Поэтому она вторым событием освобождается от этого гнёта, и дальше она уже свободна, но она приобретает чувствительность к вирусам с неизбежностью. Поэтому вирусы очень хорошо размножаются на раковых клетках. То есть они лишены противовирусной защиты. Ну, вот я практически рассказал про то, что до этого слайда, поэтому перейдём дальше. Вот один из просто конкретных механизмов, значит, один из таких вот белков противовирусных – это протеин киназа R, которая, когда она активируется в ответ на обработку клетки интерфероном, она включает определенные механизмы, которые приводят к блоку трансляции вирусных РНК, то есть вирусная РНК не может синтезировать белок вирусный, да, приводит к самоуничтожению зараженных клеток или к аутофагию вирусных частиц. Вот это такая система противовирусной защиты. Что происходит, если в клетке, клетка раковая, в ней, например, активирован такой онкоген РАС. Это вот где-то там 70% многих раков, ну, вот, например, рак толстого кишечника, имеют активацию гена РАС. Вот это, как при активации гена РАС, вот эта система отключается. То есть противовирусная борьба нарушена, и таким образом репликация вируса возможна. Вот, это один из механизмов, на самом деле их очень много. На разных стадиях опухолевые клетки приобретают те или иные преимущества для размножения вируса. И таким образом, вот тут нормальная клетка, в ответ на вирусную инфекцию вырабатываются интерфероны и идет защита. Да, а вот раковая клетка, вот она спокойненько размножает вирус, эти клетки уничтожаются, вирус нарабатывается, он заражает окружающие клетки, и, казалось бы, все хорошо. Значит, опухоль должна уйти. Но это еще не все. Вот, я расскажу дальше, что это еще не все. Ну и, соответственно, принципы создания анкалитических вирусов здесь показаны. Поскольку вирус и клетка – это борьба, вот эта вирусная инфекция, функция, борется с определенной клеточной функцией, а клеточная функция – с вирусной функцией. Если в раковой клетке эти функции отсутствуют, то эти функции тоже у вируса не нужны, их можно удалить, и вот получился идеальный анкалитический вирус, который не трогает нормальные клетки, но может размножаться в опухолевых клетках. Как усилить вот эту избирательность? Ну вот здесь один из первых примеров, который был сделан где-то в начале 90-х годов, это на аденовирусе. Опять же, вот мы тут видим белок П53, этот белок, который, собственно, вот я сказал, это основа для того, чтобы клетка помнила, что она часть целого организма. Как только в клетке происходит что-то не так, что не соответствует генетически запрограммированным процессам, клетка совершает самоубийство. То есть это такой вот, как бы ради спасения организма клетка жертвует своей жизнью. Нормальная клетка. Нормальная клетка, да, которая по себя помнит, помнит, что она такое. И кроме того, да, и один из генов аденовируса, вот он инактивирует, он подавляет вот функцию этого П53, для того, чтобы позволить реплицироваться. А другой ген аденовируса подавляет функцию еще одного опухолевого супрессора, такой ген РБ1, ретинобластомный супрессор, который впервые был в ретинобластоме, открыт, но он на самом деле характерен, вот эта поломка характерна для очень многих раков, не только ретинобластомы. Он инактивирует вот этот белок вирусный тоже и этот ген супрессор. Вот создан такой делационный мутант, который не имеет вот этого гена, а другой мутант, который не имеет вот этого гена, и в результате получен такой вот анкалитический вирус, который вот сейчас в Китае, в частности, вот такой вирус внедрёт. Вот который вы показывали. Да, анкарин. Вот там довольно долгая история, потому что это вообще было в Америке, в Сан-Франциско была компания Onyx, они долгое время пытались в Америке это внедрить, там были большие проблемы юридические, и тогда они просто продали китайцев. Китайцы положили это на полку, а сделали что-то очень похожее. И обошли этот патент таким образом, даже свой купленный, и сейчас внедрили, как собственные средства. Вот, это вот мутант называется Onyx 0.15, который имеет вот эту гелицию. Но можно делать и проще. Вот здесь показано, что можно даже не знать, как устроен вирус. Здесь-то вот мы видим, что мы знали, учёные изучили как бы вот структуру вируса, они знали, какой ген за что отвечает, поэтому целенаправленно удалили вот этот ген. Отключали, да. Отключили. А можно этого не знать. Можно просто пользоваться тем, что если вы берёте вирус, который, вы знаете, что у него есть гены, которые направлены против каких-то клеточных компонентов, которые отсутствуют в раковых клетках, вы начинаете этот вирус шарахать мутагеном. И потом высевать на эти клетки. То есть вы отбираете, вы мутациями забиваете полностью какое-то участок генома, неизвестный вам пока, который отвечает за эту функцию. Вы отбираете просто вирус, который обладает наиболее большим способностью реплицироваться. Вот отбираете... Ну, то есть такая селекционная микробиологическая работа, на самом деле, рутинная. Такая элементарная, не муклюарно-биологическая, но очень эффективная. Это начало 70-х где-то, да. Но вот, тем не менее, это самое лучшее. Потому что, вот, когда вы лезете своим ограниченным пониманием в этот часовой механизм, да, то вы просто вырубаете весь ген. А этот ген, на самом деле, может, еще для чего-то нужен. Так оно и оказалось. Так точно получается, да. А здесь происходит точечная мутация, то, что нужно. Вы потом можете просеквенировать, посмотреть, собственно, что же там произошло. С задним числом уже. Да, и вот это даже инструмент для изучения получается. И вот такой вирус, действительно, он оказался лучше гораздо, вот, полученный такой биоселекцией. Вот ОНИКС-201, он сейчас вот проходит клинические испытания. А вот здесь я уже сказал про эти преимущественно направленные эволюции, то, что таким образом вы можете гораздо, то есть вы используете практически этот подход также для изучения. И, кроме того, это открывает возможности для создания вируса против опухолев конкретного пациента. Потому что в разных опухолях разные нарушения, и вы можете отобрать такой вирус, который... Быстренько его пропасировать. Пропасировать, да. И он будет вот... Отобрать то, что нужно. ...против опухолев пациента. Вот еще один подход, когда вы, тоже довольно хитрый, когда вы берете смесь вирусов, которые способны друг с другом рекомбинировать, то есть они обмеряются частями своего генома, в таком непредсказуемом тоже сочетании возникают какие-то и утраты каких-то участков, и замены каких-то участков, а потом вы отбираете те вирусные частицы путем селекции, которые обладают нужным для вас свойством. Ну, например, реплицируется на каких-то клетках, на которых каждый из этих отдельных вирусов не мог размножаться. В результате отбираете, изучаете его геном, видите, вот, например, здесь приведен такой пример, когда вот есть тут вот делеция, то есть тут рата и какая-то вставка. Но вы получили вирус нужными вам свойствами. Просто вы использовали все кусочки разных вирусов для того, чтобы создать то, что вам нужно, просто по результату. Теперь, кроме вот такой вот селекции и удаления каких-то участков, можно нагружать. Вот мы с вами говорили. Ну, вот, собственно, да. Нагружать я имела в виду не вставлять какой-то агент лекарственный, а нагрузить чем-то, чего у него нет в природе. Да. Но, что исследователь знает, оно бы помогло. Да. И вот я должен сказать, что вот этому подходу помогли все эти запреты, которые, ну вот, понимаете, когда ученые разрабатывают вот такие анклитические вирусы там десятками лет и там долгие годы, а им не дают это внедрять, то они начинают уже всякие вещерения делать, чтобы как еще улучшить, как еще вот доказать, что он абсолютно безопасный. Совершенно хороший такой вот, да. Хотя, может быть, давно можно было лечить простыми уже такими вещами. Начинают нагружать. Чем только не нагружают. И различные белки, которые вызывают более-менее избирательный апоптос раковых клеток. Есть определенные компоненты тех же вирусов. Например, есть такой белок апоптим, который почему-то, вот если ввести в клетки, он не трогает нормальные клетки, но уничтожает раковые. Это сейчас изучается, уже почти известно, почему такое происходит, но прежде всего стали использовать для того, чтобы вставлять в такие вот анклитические вирусы и придать им дополнительные такие вот свойства. Кроме того, белки различные, которые могут направлять вирус на определенные мишени, можно так модифицировать поверхность вирионов, чтобы они начинали узнавать какие-то новые рецепты. Можно туда фрагменты антител, например, внедрить, которые будут против определенного антигена направлять. Можно ввести в какой-то фермент, который будет, предположим, превращать пролекарство в токсичное. В токсичное лекарство. Поэтому в очаге, где будет идти вирусная инфекция, там же будет накапливаться вот этот вот фермент, который будет превращать пролекарство в, собственно, лекарство химиотерапевтическое. То есть такой синтетический подход как бы и онколитический, и химиотерапевтический. Да, такое сочетание. Иммуномодуляторы. Вот сейчас очень таким модным стало вставлять в онколитические вирусы такой гранулоцит макрофаколонистимулирующий фактор, который является очень мощным иммуногеном, который привлекает компоненты иммунной системы в опухоли, тоже усиливает эту иммуногенность. То есть существует масса различных таких вот сейчас подходов, когда вирус нагружают чем-то дополнительным. Один из таких еще, вот есть проблема, как вот вирус будет распространяться внутри опухоли. Ведь опухоль, я ее нарисовал, такую хаотическую, но на самом деле там все равно есть какие-то сосуды, какие-то там неоднородные участки, их надо преодолеть. Ну, например, какая-то зона некроза, ее нужно как-то преодолеть. Или плотные какие-то вот клетки, ведь опухоль очень неоднородный, там на разных стадиях прогрессии находятся клетки, какие-то более злокачественные, какие-то менее злокачественные. Вот может так получиться, что большая часть злокачественных клеток уйдет, останется клетки ненормальные, но тоже раковые, которые медленно делятся, в которых не в полной мере еще утрачена, предположим, система противовирусной защиты, а через какое-то время они дадут рецидив. Вот поэтому очень важно, чтобы вирус хорошо распространялся в толще опухоли. И вот в состав вируса, в частности, вводят различные ферменты, вот, например, релаксин. Его вводят, и он позволяет как бы вот разрыхлять вот эту зону очага, и таким образом вирус... Текстуру ее, как бы, да, делает более доступной. Да. Вот. Теперь вот я приведу просто некие примеры. Ну, это историческая веха, вообще-то. Да. Да. Вот это вот, как его, Талимоген Лайхар Прервек. Да. Вот это очень трудное такое название, или его... Тивек. Тивек, да. Да. Это создано. Он был, в общем, достаточно уже давно. Но первые работы появились там лет 10 назад по этому поводу. Он имеет две делеции, даже три, там, модификации. И вот введенный в этот ген гранулоцит макрофакул нестимулирующего фактора. Он был создан компанией OncoVex и прошел первую и вторую стадию клинических испытаний, как очень многие препараты. Но если раньше многие компании, которые занимались разработкой препаратов, они на каком-то этапе продавали свои компании какой-то фармацевтической фирме, да? Гиганту какого-либо. Да, как правило. И эти гиганты, как правило, клали на полку эти исследования, просто потому что они не очень заинтересованы в конкурентах такого рода. Потому что для этого надо перестраивать всю систему вообще создания препаратов. Для них это, в общем, не очень. Вот. То компания Amgen несколько лет назад купила за 1 миллиард долларов вот эту вот компанию. И это уже говорило о том, что это серьезное умеение. И все ожидали, что вот все-таки они ведут. Но сейчас они еще покупают подразделениями как-то вот гиганты, то есть, чтобы не класть на полку. Вот их интересует эта линейка. Они это подразделение купили, и все права себе. Многие так сейчас. Да, вот это вот счастливый... Это тот самый пример, да. Да, это вот пример, когда они вот купили практически, и там вся команда осталась у них в составе Amgen. И они довели до третьей стадии испытания. И сейчас вот его разрешили применять для меланомы. И этот препарат, хотя на первый взгляд, это не самый лучший вирус как онкалитик, потому что это очень сложный неркосодержащий вирус, который может в том числе взаимодействовать с геномом. Он находится в ядре, и вообще он может какие-то генетические изменения вызывать. Но, тем не менее, это был первый препарат, который был внедрен в Соединенных Штатах, к счастью, может быть. Потому что теперь те препараты, которые на основе каких-то более, менее проблемных вирусов создаются, они будут идти гораздо более проще. Потому что уже есть прецедент. Да, если уж такой пропустили. Теперь следующее. Это онкалитики на основе вируса ОСПО-вакцины. Это огромный вирус, но, к счастью, он не в ядре реплицируется в цитоплазме, поэтому он считается безопасным, потому что он не взаимодействует никак с геномом. Это практически такой вирус, который даже находится на грани между вирусом, и не вирусом, а уже такой клеточной жизнью, потому что у него очень многие есть гены, например, собственная ТРНК, и у него огромная емкость генома, поэтому в него можно вставлять... Чем более самостоятельный, как бы, да? Да, и что важно, что ОСПО-вакцина, вирус ОСПО-вакцины, не относится вообще ни к каким группам патогенов. То есть, может любой работать с ним без всяких ограничений. И потому что уже история, там, 200-летнее применение ОСПО-вакцины, говорит о полной безопасности этого вируса. Поэтому на нем очень хорошо, как говорится, играть. Можно вставлять туда всякие разные гены. И сейчас, вот, я думаю, что следующим препаратом, который выйдет уже, это будет препарат на основе ОСПО-вакцины, потому что уже сейчас на третьей стадии проходит такой препарат. Вот этот ПЕКСОВЕК, так называемый, у него тоже имеет горноласный, макрофоковный стимулирующий фактор. Он очень хорош еще тем, что он мощно повреждает васкулатуру опухоли, и поэтому онкалитический эффект очень выражен у такого вируса. И, соответственно, он очень хорошо привлекает компоненты иммунной системы в очаг опухолевый. Теперь есть большая группа, это гораздо, может быть, менее интересно с точки зрения ученого, но с точки зрения практики это очень важно, мне кажется, вот это использование патогенных вирусов, которые не требуют каких-то существенных модификаций. Таких вирусов очень много. И вот, в частности, очень маленький есть вирус, паровый вирус, ДНК-содержащий вирус, крошечный. Он хорош тем, что он исходно онкалитический, потому что у него нет генов, которые модифицируют биосинтезы клетки. Поэтому он может реплицироваться только в быстрорастущих исходных клетках. Поэтому его сейчас тоже испытывают в качестве онкалитика в клинических испытаниях. Пикорные вирусы. Это большая группа вирусов, к которым относится и вирус полиомиелиты, и очень много различных сезонных заболеваний простудных. Но, кроме того, существует большая группа, как я уже говорил в самом начале, вирусов, которые в кишечнике нормальных детей и людей просто живут и не вызывают никаких патологических явлений. То есть, патология возникает, когда возникает какая-то мутация, и этот вирус приобретает какую-то патогенность. А так во многих случаях они абсолютно непатогимы. Таких вирусов достаточно много, и они обладают антокритической активностью в отношении отдельных видов опухоли. Но, как я уже говорил, это непредсказуемая вещь, поэтому для того, чтобы применять такие вирусы, надо просто изучать, делать некую диагностику. Подойдут или не подойдут. И тогда можно их применять и в сочетании. В частности, мы сейчас этим занимаемся. Мы пытаемся подобрать такие комбинации вирусов, которые будут при применении одновременно атаковать как можно больше процентов опухолевых клеток, самых разных. То есть, эти вирусы должны проникать в клетку через разные рецепторы. То есть, если даже, предложим, данный опухоль имеет один рецептор, не имеет другой, если мы дадим смесь, то в этой смеси все равно найдется такой вирус, который будет атаковать. И таким образом можно, применяя смеси, даже не делать предварительную диагностику, а просто исходить из того, что... Какой в какой, да, дойдет тот молодец. Тот молодец. Парамиксы вирусы – это тоже иронковые вирусы, которые часто... Ну, вот представителям такого рода, например, относятся птичий вирус болезни Ньюкасла, который поражает кур, птиц. Существуют вакцинные даже штаммы этого вируса, им вакцинируют, например, в птичьих хозяйствах птиц. Он обладает очень мощным онкалитическим действием. И сейчас существует очень большая литература по этому поводу. Очень много есть исследований, которые говорят о том, что он мощный онкалитик. Даже есть несколько клиник, там вот в Германии, например, в Канаде, которые в очень ограниченном масштабе проводят лечение пациентов с помощью этого метода. Вирус Синдай, мышиный вирус тоже, который вызывает какие-то простудные заболевания у мышей, у человека вообще не обладает патогенностью. Тоже его применяют для таких целей. И вакцинный вирус кори. Вакцинный вирус кори, он также не вызывает заболевания, но он отличается от невакцинного штамма тем, что он использует другой рецептор. А этот рецептор CD46 на поверхности очень многих опухолевых клеток начинает экспрессироваться. Поэтому это один из таких очень мощных, перспективных онкалитических вирусов. Ну и, наконец, вот Рабдовирусы. Представителем является вирус бешенства, как ни странно. Но есть и гораздо менее зубастые вирусы, типа вирус визикулярного стоматита. А последние годы вот обнаружен такой вот вирус Мараба, который принадлежит к этому классу, который вроде бы не вызывает никаких заболеваний серьезных. Его тоже разрабатывают в качестве такого онкологического средства. Теперь я хотел бы к проблемам перейти, которые стоят перед этой областью, связанных с тем, что, ну хорошо, продолжим, клетки чувствительные, да? А как вот этот вирус доставить к клеткам? Да. Это большая проблема, потому что, когда опухолевые клетки находятся в самых разных частях организма, надо, чтобы вирус как-то до них дошел. А это, оказывается, большая проблема. Потому что, если, например, вирус вводить в кровоток, вот здесь так условно сосуд, то печень содержит, она отфильтровывает, печень и легкие отфильтровывают большую часть вируса очень быстро. Буквально там несколько минут, и уже в кровотоке вирус может не определиться. Но это зависит, конечно, от типа вирусов. То, что сейчас, например, создаются различные там варианты вирусов, которые, например, которые печень не особо глотает, но это тоже требует определенных, ну таких направленных воздействий на вирус, чтобы заставить его отказаться от печени и проходить через печень, да? Вот. Но это проблема. Значит, как эту проблему можно преодолеть? Ну вот одно из решений, это использование метода троянского коня. То есть для этого все заражение вирусом проводят в проверке, берут какие-то клетки-носители, которые заражаются вирусом, и вирус находится в таком невидимом... Как капсулой такой, да? Капсулой, да. Но при этом подспудно начинает там реплицироваться. И проходит какое-то время, там 8-10 часов, да, вирус такой вот в клетке вводит в кровоток. То есть нейтральной какой-то оболочки такой, неузнаваемой. Да. И это используют и лимфоциты, и различные компоненты иммунные вот эти вот клетки, и стволовые клетки. Разные носители для этого пробуют, и специальные генно-инженерные, и клеточные инженерные такие вот вирусы, вернее, клетки создают для того, чтобы такую доставку осуществить. И вот такая клетка распространяется, такие клетки распространяются по кровотоку, и в тот момент, когда из них начинает выходить вирус, такая клетка может оказаться просто где-то вблизи опухоли, и она, соответственно, эффективно может доставить вирус по месту, такой ФИДЕКС. Значит, вот тут перечислены вот такие вот различные сейчас клетки, которые для таких целей проверяются. Это тоже большая, в общем, такая область для исследований, и, в общем, важная. Теперь такой вот вопрос, связанный с тем, а как лучше вообще-то доставлять вирус, все-таки системно или не системно? Казалось бы, системно лучше, потому что таким образом мы можем сразу заразить по всем метастазам. Оказывается, что все-таки это не совсем так, то тоже есть но. И но заключается в том, что если вы выводите сразу в кровоток, то достаточно быстро на вирус вырабатываются антитела. И через какое-то время не все клетки еще раковые погибли, а антитела уже есть, и надо либо очень сильно повышать концентрацию вируса, либо вообще переходить к другому вирусу. А в то же время есть такие данные, что если ввести конкретно в опухоль, то в этом случае начавшаяся инфекция в одном узле приведет, во-первых, к очень сильной иммунизации против опухолевых клеток, то есть стимулирование специфического противоопухолевого иммунитета. И кроме того, это будет также источником для персистирования вируса, то есть он будет проникать тоже в кровоток и распространяться. Одновременно две задачи решаются. То, что вы заселяете вирус и стимулируете иммунную систему. Но, опять же, выбор между системным и локальным введением надо делать, исходя из того, какой вирус вы применяете. Это тоже такой вопрос, который... То есть кейс-байкейс. Кейс-байкейс, да. Некоторые вирусы, например, энтеровирусы лучше вводить системно, а парамиксовирусы лучше вводить локально. И этот вопрос, конечно, требует проработки дополнительной, то есть это одна из таких проблем сегодняшнего дня. Вот к иллюстрации вот этой проблемы в отношении иммунитета есть такое понятие, вот это DEMP, так называемый, это Damage Associated Molecular Pattern. То есть это некие антигены, которые выделяются в ответ на какое-то повреждение ткани. И целый ряд компонентов при действии вируса выбрасываются из таких клеток, которые очень мощно привлекают иммунную систему. И именно поэтому на такой опухоль идет образование специфического иммунитета. Вот, а если вы вводите вирус, то тогда тут вот такие компоненты выбрасываются в меньшей степени, а зато присутствуют компоненты, собственно, антигена вируса. И поэтому идет прежде всего образование иммунитета против вируса, а не против вот этих вот опухолевых клеток. Ну, а теперь вот в заключение, я просто некие клинические примеры могу привести. Да, самое интересное, тоже интересное. Вот, например, такая есть болезнь, очень страшная глиогластома, которая на протяжении 30 лет последних, несмотря на введение очень многих подходов и таргетной терапии, и цитотоксической терапии, и различные хирургические воздействия для того, чтобы визуализировать именно зону опухоли и удалить все, что можно. Тем не менее, за последние 30 лет продолжительность жизни выросла всего на 3 месяца. И это, в общем, такая удручающая картина. Вот здесь приведен пример лечения вирусом болезни Ньюкасла, птичьим вирусом. Введение проводилось внутривенное. Вот исходная опухоль. Вот здесь показана динамика. Видите, что вот 30 недель практически уже ничего нет. И это монотерапия. Даже 25 недель уже почти ничего нет. Да, здесь уже практически ничего нет. Это монотерапия. То есть, ничего больше не делалось, только вот даже хирургии после не было. Еще один случай, это вот вообще вот случай, это наблюдение 1994 года. Тоже вирус болезни Ньюкасла. Видите, огромная опухоль. Здесь это вот случай тоже очень такой. Здесь была хирургия, потом была радиотерапия, потом была химиотерапия несколько курсов. Потом возник вторичный рост. И вот в таком состоянии, видите, это уже существенная часть мозга поражена глиобластомой. Стали вводить препарат внутривенно. И вот это вот сообщение 1999 года, видите, ничего нет. Но более того, этот автор мне написал недавно, что этот пациент до сих пор жив. Жив и работает. Потрясающе. Но глиобластомы вообще говорят и смертельные. Ну это да. Тем не менее, даже вот при таком поражении, вот такие вот чудеса случаются с вирусами. Это говорит о том, что, во-первых, здесь были удалены все стволовые клетки. Потому что при глиобластоме такая есть проблема, что стволовые клетки распространяются далеко за пределы опухоли. Они мигрируют по мелинам и волокнам. И это как бы клетки партизаны называют еще. И потом они могут дать рецидив даже в другом полушарии мозга. А то, что здесь вот такое произошло излечение, говорит о том, что даже эти партизаны, они, собственно, были... Сдались. Да, их выковырили. Вот еще один случай. Это вирус Герпеса. Вот один из, вроде ТИВЕК, но это его предшественник. Там нет ГМКСФ, но похожий вирус. Здесь вообще однократные инъекции внутриопухолевые. То есть стереотаксис, это когда... Ну, я знаю, они метки такие ставят, я видела. Вводят прямо в опухоль. Ввели вот 120 микролитров. Вот достаточно разбавленного вируса, вот здесь седьмой, это считается небольшая доза, на самом деле. И вот такая вот динамика. Видите, вот исчезла опухоль. Так что вот это вот 15-го года, сообщение свежее достаточно. Вот это вирус кори. Штамм Эдмонстен, это вакцинный вирус. Штамм кори. Здесь вот эта зона, это не глиобластомы, это миелома. Миелома – это клетки, продуцирующие антитела. Они вот дают иногда такие внутрикосные опухоли, множественные внутрикосные опухоли. Вот тут показано, что в ответ на такую вот терапию, вот постепенно вот эта динамика, это до, а это после. Вот практически все исчезло. Теперь вот этот ТВЕК. В данном случае метастаз в печени. А вот здесь вот исходное начало, очаг, вот через 8 месяцев, здесь уже ничего нет. Вот кожные базовые, вот тоже самое, это тоже монотерапия. Вот этот вирус на основе ОСПО-вакцины, ПЕКСОВЕК, рак печени. Тоже вот, до введения вот этот вот очаг, вот, вот наблюдение, значит, 21 месяц, тут уже все чисто. Здесь тоже чисто все. Вот видно, что практически тут полость, а не опухоль. Вот применение антеровируса. Это вирус Коксаки. Здесь в данном случае тоже вводили в опухоль, а следили за метастазом. И видно, что вот метастаз рост, вот тут вот начали вводить, вот он, раз, исчез. То есть это говорит о том, что если ввести в одну опухоль, то другая тоже реагирует. То есть вот метастаз отдаленный тоже будет реагировать в ответ на это лечение. Ну и вот здесь этот регвир, рижский вирус, ЭХО-7. Эти данные были опубликованы не так давно. Пятилетняя выживаемость. Видно, что вот это не получавший регвир статистика, а это вот получавший регвир. Вот, например, четвертая стадия. 21 пациент из 35 были через 5 лет живы. В контрольной группе 9,5%, значит, процента. Здесь было 60%, а здесь 9,5%, 2 из 21. Вот говорит о том, что все-таки даже это вот... Хотя один препарат, но тем не менее, вот он достаточно эффективен. Вот. Но на этом слайде я также хотел рассказать, чем мы занимаемся в этой области. Я не знаю, насколько это, конечно, уместно. Потому что вообще-то наши лаборатории, поскольку мы этим решили заниматься серьезно, и у нас в стране, на самом деле, мало такого рода исследований. И поэтому это предъявляет к нам такие требования, что мы должны широким фронтом идти. Потому что при назревающем таком буме и внедрении в будущее, вообще говоря, во всех странах... Держать, держать надо, да, фронт. И вообще ситуация, я бы сказал, такая угрожающая, потому что, если это сейчас будет широко распространяться, то у нас в стране, да, это надо тоже достаточно широким фронтом изучать. Ну, тем более, что пионерские были здесь исследования, в общем, да. Да, и поэтому мы вот стараемся как-то, с одной стороны, сосредотачиваться на каких-то своих оригинальных направлениях, а с другой стороны, двигаться широким фронтом. Значит, мы считаем, во-первых, что наиболее перспективными являются РНК-содержащие вирусы, по такой причине, что, во-первых, они не представляют угрозу для генетики, потому что это РНК-овые вирусы, и они реплицируются в цитоплазме, не в еды, не в еды, не в еды, не в еды. Во-вторых, у нас есть большая коллекция таких вирусов, не патогенных, оставшихся еще с прошлых лет. Вот, как бы, на самом деле, семейная история, опять же. Вот, и основная проблема, какую мы видим сейчас, это предсказание. Предсказание чувствительности опухоли конкретного пациента. Поэтому наши исследования сейчас сосредоточены на поиске биомаркеров, которые позволят предсказывать, что данный конкретный пациент, предположим, у него опухоль чувствительна вот в таком-то, в таком-то и в таком-то вирусе. И далее мы можем назначать уже курс, исходя из этого знания, давать это либо одновременно, либо последовательно. Следовательно, последовательно предпочтительнее, потому что, если на первый вирус образовались антитела, то можно давать второй, которому антитела пока отсутствуют. И таким образом мы можем провести уже, так сказать, кардинальную чистку организма от этих вот раковых клеток. Мы также разрабатываем такой подход, который пока еще кажется достаточно фантастическим. Это возможность создания самонаводящихся вирусов. Очень, да. Я здесь увидела у вас один из пунктов. То есть, за счет того, что вирусы изменчивы, а опухолевая клетка тоже изменчива, кто быстрее изменяется? Опухолевая клетка ускользает от вируса, либо вирус догоняет ее. Тут важно, чтобы этот вирус не имел генов, которые ему позволяют реплицироваться в нормальных клетках. Но если он будет достаточно быстро эволюционировать внутри организма, то он может догнать опухолевую клетку. Если она ускользает, предположим, она утратила какой-то рецептор, а он приобрел способность проникать через другую рецепцию. И без него, да. И без него уходится. Вот такой подход мы сейчас осуществляем. И есть намеки, что такое возможно. Будем следить за публикациями. Да. Ну и, конечно, доставка с помощью клеточек носителей. Это тоже, в общем, такая вещь, которую мы не можем обойти. И вот, ну вот, в основном такие вот у нас сейчас проблемы. Я не буду говорить про использование этого дела на людях, потому что пока еще, конечно, мы понимаем, что нет, еще не пришло время, и никакие, в общем-то, клинические испытания пока в нашей стране, наверное, невозможны. Потому что для того, чтобы проводить серьезные клинические испытания, надо готовить всю базу, например, производство вот этих препаратов, да. То, что мы можем делать сейчас, мы можем это делать достаточно качественно, но это, естественно, никак не сертифицировано. Поэтому официальных никаких испытаний мы проводить не можем. Но, тем не менее, мы можем проводить эти испытания на людях четвертой стадии, которые подписывают соответствующие. Ну, да, у которых нет другого выбора. Например, если больной выписывается из больницы, ему говорят, что мы вам помочь уже не можем, а таких очень много, к сожалению, да, то в данном случае мы считаем себя вправе. И, естественно, с его согласием и на абсолютно безвозмездной основе такого рода исследования проводить. И надо сказать, что мы это делаем, и у нас есть, в общем-то, плохие результаты. Ну, так, собственно, и делается, пробивает себе дорогу новое. К сожалению, без этого невозможно. Так же, как вот в свое время была внедрена полиомеритная вакцина, ее бы не могли внедрить, если бы не сделали какого-то нарушения, на самом деле. Потому что, вот, ведь в Америке его бы просто не внедрили, потому что вот Севин, когда создал вот эти вот штаммы живой вакцины, ему не удалось пробить в Соединенных Штатах. Он отдал в Советский Союз, и здесь уже, благодаря тому, что был просто звонок, там не первого, там какого-то лица, сказали, минуя Минздрав, сказали, что давайте, прививайте. Привили, победили, и потом уже легализовали. Уже постфакт. Потом уже во всех странах это стали применять. Если бы этого не было, если бы кто-то на себя не взял такую ответственность, может быть, и никогда бы такого не случилось. Это история, это такая история. Но все-таки эволюции зачем-то вирусы нужны, раз она при таком многообразии вирусов, все они обладают, по крайней мере, этой активностью, это их объединяет. Все-таки они... Потому что вопрос открытый. Для чего эволюции нужны вирусы? Может быть, так шел их отбор? Может быть, они вот... Да, и вообще... Это чисто умозрительные, конечно, доводы. Крамольная такая есть теория о том, что, может быть, вирусные заболевания, они нужны, вообще-то говоря. Вообще-то, да. Может быть, потому вирусы и дошли до наших дневных процессов эволюции. Грипповые инфекции, они просто чистят, может быть, от начинающихся... От худших вещей. От худших вещей, да. Поэтому не бойтесь небольших простуд, может быть, они полезны. Ну и вообще, вот я еще в заключение хотел сказать, что сейчас мы вступаем в такую вот область, когда мы должны пересмотреть отношение к вирусам просто. Если раньше это воспринималось как что-то абсолютно такое вот вредное и неприемлемое, сейчас мы должны воспринимать вирусы как некий инструмент для того, чтобы создавать на их основе что-то полезное для человека. И это совершенно другая философия. Потому что мы сейчас должны научить вирус работать. То есть мы должны бороться с ним, научить его делать что-то, что он до этого не мог делать. Одна из ваших последних публикаций 2015 года по парамиксовирусу, опубликованная была в Nature, в приложении его Molecular Therapy, да, Oncolitics. Там у вас авторы, и часть московских авторов, часть американских, и вы там с двумя аффилиациями, институт Энгельгарта и прикливлендской клиники, институт Лернера. Я хотела спросить вот о чем. Ваша исследовательская, ваша научная жизнь, она как строится? То есть какие-то вещи, например, клинические вы делаете там, фундаментальные здесь, или география не имеет значения, просто вы существуете по обе стороны Атлантики. Вот физически, как это вообще? Как вы живете? Да, я тогда немножечко к истории, потому что я вообще-то начинал в Москве, естественно, в Институте макарной биологии 40 с лишним лет назад, вот, и никогда не прерывал свою деятельность в Институте макарной биологии. Значит, вырос там от аспиранта до заведующего лаборатории, но в 90-е годы я также организовал вторую лабораторию, вначале в Чикаго, а потом в Климленде, и в этой лаборатории проработал до 2012 года. Вот, там была очень интересная работа, но потом я решил все-таки вернуться. А потом программа мегагрантов была, которая позволила вам это сделать? Да, программа мегагрантов меня переманила в Новосибирск, к сожалению, нельзя было в Москву, в общем, мне пришлось в три места. Да, там свои условия, да. Вот, а потом, когда все это очень быстро закончилось, мегагрантов, и уже были наработаны какие-то подходы под галактическим вирусом, я решил заниматься этим в Москве, потому что в Климленде я не занимался вирусами вообще. Я там занимался вот по 53, вот, и супрессорами, да, и старением, и в общем, многим чем еще. Вот, а поэтому это стало моей доминантой, и я поэтому решил, что мне уже там в Климленде нечего делать, и я оттуда эвакуировался, по крайней мере, временно. Вот, может быть, на каком-то этапе я буду дальше с ними сотрудничать. То есть, эта аффилиация была устаревшая, то есть, может быть, последняя как бы, да, на момент написания статьи. Нет, сейчас мы вот основали там в Климленде еще компанию, которая, в общем-то, позволит нам делать синтетический вирус, я про это не говорил, да, но это пока будущее, поэтому, поскольку эта компания находится прямо в 200 метрах от клинической клиники, я думаю, что... Клинические испытания тоже не будут проблемой, да? Да, да, там есть договоренности, что, в принципе, мы будем... Отлично, на будущее, по крайней мере, прекрасная перспектива, да. Ну, а пока вот это все в основном в Москве, вот у нас есть, конечно, там соавторы и в Америке, вот, там, Матвеева, там... Ну, и ВНХ, по-моему, да, у вас? И ВНХ есть, да, и, в общем, в будущем, конечно, надо все эти контакты задействовать. Спасибо большое, успехов вам! Спасибо.